Об этом свои эмоции. Спасибо за поздравление. Так, конечно, немножко субурно начали. И хорошо, что выиграли ребята. Все старались, все работали. И рады, что победили. Вы именно признаны лучшим. Ну, я не знаю, не истерит, и говорят, что да, я лучший. Ваше отношение к команде, насколько она помогла умирать? Ребята бились, ребята работали, грамотно на пятаке играли. Но это первая игра для всех. Был немножко какой-то, немножко суеты было. И в моей игре, и в ребят. Мы только сыгрываемся. Но хорошо, что выиграли сегодня. С учетом того, что чехи, много потерь у них. Все ожидали, что мы будем играть, доминировать на протяжении всей игры. И тем не менее, в конце дали им поиграть в свою игру. С чем это связано? Может быть, осталась функциональность? С чем? Честно сказать, я считаю, что в наше время, сейчас на маленьких площадках, тут не будет какой-то команды, которая будет доминировать все 60 минут. Там мастеровитые ребята, у которых большой опыт игры в НХЛ. Это равная игра. Здесь тема интересен, турнир, что каждый матч неизвестно, куда, в какую сторону перевесить чашу весов. Можно сказать, что уже сейчас чувствуется, что впереди Кубок мира, что это одно из самых таких, знаете, событий года? Ну, ажиотаж нарастает, я бы сказал так. Все постепенно, все пошагово. Сегодня отыграли, восстанавливались, и идем дальше. Какая в третьей шайбе? В чем там проблема? Ну, там блокировка была. Я тянулся блином за шайбой, и я врезался в игрока или соперника, или своего, я не видел. Но я не мог ее отбить по этой причине. В Чехии будет другая площадка, это для подготовки вообще удобно, хоккей будет же тоже другая. Что вы имеете в виду площадка? Большая, большой лед. Ну, это да, хоккей, конечно, меняется, но будем играть. Самое главное сейчас почувствовать игру. В Петербурге приятно было выступить здесь? Да, безусловно. Это как уже, как свои болельщики, как свой город. Я очень люблю этот город, и здорово, что у нас был здесь сбор. Спасибо вам.